Свои идеи и готовые проекты «Креативная и смелая молодежь города» уже не первый год представляет на выставке-форуме «100 идей для Беларуси». Сегодня молодые люди соревновались не только в оригинальности, но и в эффективности собственных изобретений. Для голосования было представлено 16 проектов в различных областях – от медицины до истории. Жюри и гости выставки могли не только оценить идеи, но и напрямую задать вопросы их создателям. Сегодня всем известно, что из проекта «100 идей» переросли в конкурс. Почему? Потому что сегодня очень много идей у молодежи, и они где-то остаются на уровне идеи. Хотелось бы, чтобы сегодня мы могли помогать, в том числе финансово, материально молодым людям, реализовывать свои проекты. Поэтому сегодня у нас конкурс «100 идей для Беларуси» и очередных 16 проектов, представленных сегодня на городской выставке. Я думаю, подтверждение тому, что этот конкурс состоялся. За реализацию своей идеи боролись школьники, студенты и даже работники крупных предприятий. Выяснилось, за что болеет гродненская молодежь и в каких сферах хочет себя реализовать. Это сохранение экологии, медицинские инновации в лечении желчного пузыря и печени, открытие уникального чайного дома и даже создание кофейных стаканчиков, на которых будут написаны горячие новости и интересные факты. Воссоздать утраченные здания и создать 3D-модели уже существующих сооружений решили студенты из Купаловского университета. При помощи современных технологий мы можем воссоздать любой облик зданий, любых сооружений, так и существующих зданий, так и утраченных, которые были утрачены в течение времени. Мы можем создавать как графические, так и видеофайлы. В дальнейшем это можно использовать как учебный материал, можем использовать как просто наглядное пособие, можем использовать в новостях, то есть показать то, что было утрачено, и показать, как это было, чтобы все могли здесь увидеть. Не забыли и про сохранение культурных истоков. Дать вторую жизнь белорусским орнаментам и узорам решил гродненский художник. Создавать граффити с национальным колоритом он планирует небездумно. Например, на здании ЗАГСа он мечтает нарисовать орнамент, символизирующий любовь и верность. Наше историческо-культурное наследие, оно уходит, а мы своими силами сможем его приподнять и показать людям то, чем занимались наши предки, что они делали, искусство, показать в новом виде современное веяние, искусство граффити. Через него мы и перенесем тот самый орнамент и узор на поверхности. Зрители отдали свое предпочтение открытию чайного дома, проекту «Откроем Беларусь для молодежи мира», а также созданию рая ветеринарной медицины. Эксперты присудили третье место архитектурному проекту «Музей современного искусства». Второе – создание роботов-помощников. А победителем стал Виртуальный музей техники времен Великой Отечественной войны, создатели которого получили 50 миллионов рублей на реализацию идеи. Вскоре авторы этих и других идей будут бороться уже за звание лучшего среди областных изобретателей. Юлия Косила, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова